На дипломатическом форуме в Анталии участники обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, а также широкий спектр тем от искусственного интеллекта до изменения климата. Дипломатический форум в Анталии проходит в сложный для человечества период, когда пересматриваются основы миропорядка. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлю Чавушуглу. В форуме приняли участие главы государств и правительств 17 стран, 80 министров, делегации 39 международных организаций. В целом, представители 75 стран мира, сообщил министр. В форуме под девизом «Реконструкция дипломатии» участвовали более 2500 гостей, ещё 10 тысяч приняли участие в обсуждениях в онлайн-режиме. В рамках дипломатического форума в Анталии глава Гагаузии Ирина Влаг встретилась с генеральным секретарём парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества Ассав Гаджиевым. Во время дискуссий состоялся обмен мнениями относительно событий, происходящих в Украине и возможных политических, экономических и социальных последствиях. Стороны признали, что 2022 год пройдёт под давлением непредсказуемости социально-экономических кризисов, острого бюджетного дефицита, инфляции и роста цен. На встрече с вице-министром иностранных дел Республики Турция Селим Кыран стороны обсудили вопросы, касающиеся развития социально-экономических процессов на фоне ситуации в Украине. Глава Гагаузии поблагодарила руководство Турции за систематическую поддержку автономии в вопросах экономического, социального и культурного развития. Глава Гагаузии Ирина Влаг встретилась с министром иностранных дел Республики Азербайджан Джейхун Байрамовым. Они обсудили кризис и нестабильность на рынке энергоресурсов и перспективы достижения стабильности в этом сегменте экономики. На встрече с иностранным директором организации СМИ Янета Алас башкан автономии Ирина Влаг выразила благодарность за экспертную поддержку, оказанную автономией, и отметила необходимость помощи в укреплении демократической культуры ветвей власти, в частности развитии культуры парламентаризма. Состоялся обмен мнениями о вызовах, с которыми сталкивается сегодня Европа и весь мир, и о возможных решениях для преодоления экономического и социального кризисов. У реализации проектов социально-экономической инфраструктуры в Гагаузии с финансированием от агентства ТИКО речь шла на встрече с руководителем турецкого агентства по развитию и сотрудничеству Серканом Кайлар. В настоящее время выполняются работы по строительству индустриального колледжа, который призван стать фабрикой инженеров и специалистов в сфере IT. Новое учебное заведение предусмотрено на 600 учебных мест. На базе колледжа будут построены общежития и спортивный комплекс. В ходе диалога с министром иностранных дел Республики Турция Мевлю Тамчавушоглу Башкан поблагодарил руководство Турции за системную поддержку Гагаузии в развитии социально-экономической инфраструктуры. Глава автономии Ирина Влах на полях дипломатического форума в Анталии встретилась также с генеральным секретарем организации Черноморского экономического сотрудничества Лазером Каменецком. Во встрече принял участие посол Республики Молдова в Турции Дмитрий Кройтер. Во время беседы состоялся обмен мнениями о событиях в Украине и их возможных последствиях для социально-экономических процессов в 2022 году.